ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет всем кинофанам! С вами снова я, Дмитрий Марфин, и обзор толкового кино. И сегодня я вас порадую тремя апрельскими премьерами. Совок уже почти ничего не производит сам. Значит, суда скоро повалят товары с запада. А вместе с ними хлынет волна рекламы. Значит, и мы будем срочно адаптировать под совковую ментальность. Гинзбург, ну как ты долго это делал? Сейчас в оба особое время. Такого никогда раньше не было. И никогда больше не будет. Пойдешь ко мне в штат? Кем? Творцом. Творцы нам тут нахуй не нужны? Криэйтором, Лаван. Криэйтором. Не суйся, дольше будешь живым богом. Съемочный процесс фильма затянулся на 3,5 года из-за финансирования. Потому что Гинзбург хотел снять именно настоящее, независимое кино. Было плохо, стало нахуй. Дорогую, рву рыбаху. Вот и все, было бы жрака. Это время до жрака. Мне нравится, когда в жизни большие сиськи. Это я так думаю. Не надо ориентироваться на атлантические ценности. Вы же евразийцы. Я же, я сникерс, чтобы меня рекламировать. И там они томятся в отчаянии. Ибо Господь с поколением праведников. Что выбирает поколение Пепси? Ну, что выбирает поколение Пепси? Поколение Пепси выбирает коку с колой. Каждый человек, который все схватывает на лету, должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватят и его самого. Он моим коммерсантом был. Когда-то еще коз в горах пас. Я в горах не коз пас, а козлов. А какое отношение он все это имеет к рекламе? А ты его иску видел на нашей конторе? Действительно, пчеловодство. А мы тут вроде как пчел. А уж каких актеров собрал Гинсбург на съемочной площадке? Тут бренд на бренде и брендом погоняет. Запускаем дизель-чистушки. Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили. Молодежь наша. Ты одного не пикаешь? Одного. Политик это телепередач. Мы же агитаторы, пропагандись. Ты нет. Море рекламы. Очень легко заблудиться. Маши водой, старше не надо. Боишься? Не боись. Это все туфта. После этого фильма вам не захочется пробовать псилоцибиновые грибы. Нелегко сделать то, что сделали вы. Разметали моих людей, как дешевых охранников из торгового центра. Это обидно. Не подскажете, где вас так подготовили? В Афганистане. Чечне. Кто вы такой? Фильм Кеннета Брана основан на старых добрых комиксах. Я многим пожертвовал ради достижения мира. Тор, своим высокомерием и глупостью, ты вверг целый мир и их ни в чем не повинных жителей. Пучина ужасной и опустошительной войны. В переводе с древнескандинавского Тор это гром. Гром это сила. Сила это разрушение, а это значит много компьютерной графики. Главный герой попадает на планету Земля и спасает нашу расу с помощью Мьёльнира. Главную роль Тора хотели сыграть такие звезды, как Брэд Питт, Мэтт Дэймон и даже Леонардо Ди Каприо. А досталась она всеми известному самому рейтинговому актеру планеты... Встречайте! Крис Хэмсворт! Пожалуйста, открой глаза. О нет, это что, Земля? Откуда он взялся? Ваши предки называли это волшебством. Вы зовете это наукой. Я пришел оттуда, где это одно и то. Бюджет этого фильма одна минута, один миллион долларов. Так что только титры будут стоить 10 лямов. Он ослушался своего господина. Теперь его судьба зависит от него самого. Я положу этому конец. Идти, не идти, идти, не идти, идти. Тем, кто прется от прокачанных тачек, тем, кто жить не может без полуголых девчонок, тем, кто любит лысых мужчин и кучу бабла, посвящается Форсаж 5 серия Fast Five. Ну что, вижу все знакомы. Что за дела, Доминик? Да, че ты нас притащил с другого конца света? Есть у меня работка. Работаем быстро и тихо. Никто не должен успеть понять, что мы там были. Ты что, хочешь взять полицейский участок? С ума сошли? На кону 100 миллионов долларов. Ну-ка, повтори. Я в деле. Март Синклер Винсент, а именно так зовут Вина Дизеля, получил главную премию канала MTV за роль Доминика в первом Форсаже. А в пятом Форсаже он уже становится продюсером. И все это, чтобы поймать двух человек? Один бывший коп перешел на сторону банды. Второй закоренелый преступник. Дважды сбегал из тюрьмы. Мы их находим, ловим и тащим обратно. И самое главное, ни за что не подпускаем их к тачкам. Режиссер Джастин Линн собрал в пятом Форсаже все в кучу. Здесь вам и головокружительные трюки, и перестрелки, и дрифтинг, и даже паркур. Мы возглавили список особо опасных преступников. Теперь всю жизнь убегать? Тогда это не свобода. Тебе конец, Торетто. Вот это ты зря. Это уже даже не миссия невыполнима. А миссия, не мать ее, вменяема. Обратной дороги нет. Рано или поздно нас упекут за решетку или зароют по кусочкам в канаве. Но не сегодня. Тачек наломали аж на 110 миллионов долларов. Именно таков бюджет этого фильма. Форсаж 5 Динос 28 апреля С вами был Дмитрий Марфин и обзор толкового кино. Встретимся в кинотеатрах Вегафильм.